всем привет ребята с вами деливал я страшный бабушка и дедушка дедушка у нас старый старее бабушки на 4 года дедушка 71 года выпуска рождения конечно бабушка 75 на бабушке мы ездили недавно делали на ней новогодний продубас взмуздать бабушку довелось денису вы везде да вы всюду к т ну чё там буксуешь или сюда бери сюда ну а сейчас после этой длительной стоянки аж с осени сейчас извлекем дедушку и на дедушке сделаем продубасик кстати сегодня 18 февраля как бы не май месяц да сами понимаете идем подготавливать дедушку выводим дедушку на белый свет на воздух и будем его готовить к продубасу что ребята дедушка дедушка на улице вот его шильда такая 71 года он выпуска это из юпитер 2 но в принципе практически в оригинале за исключением вот этих вот головок это головки свежие питера 3 они немножко больше размером может быть они придают какой-то шарм а может наоборот придают какое-то лоховство купил я его городе курске сколько лет назад не помню обошелся он мне недорого что-то вроде рубля за четыре его выхватил продавал его парень сказал достался на ему от бати стоял на улице под открытым небом значит продал мне его сказал документов нету привез завел все работает а потом я подумал еще раз обратиться к ним чтобы может поищет документы но и он откликнулся да действительно нашел там где-то где-то документы от него нашел и птс и стс этих осмотр вот такая вот табличка дюралевая на ней написано не знаю видно будет на камере не видно юпитер черточка 2 то есть это вот они были юпитер и вторые с другими крышками с такими это более ранние модели он без колясочник вот заглушки видите он без колясочник вам вы стоите и в птс и тоже записан что он без колясочник крыло крыло заднее у него было цветом цветом было вот таким в общем как рама было цвет он записан синий серый цвет у него это есть синий серый цвет крылышко это я уже сам кисточкой покрасил стилизовал цвет под переднее крыло значит что тут брызговичок firestone поставил из пневмо баллона подвески рефрижератора на нем значит что разбирала двигатель есть видео выскочили с топора колец штифты от проворота колец и он там звенел сильно чем поменял я поменял я поршни китайские восходовский купил и новые колечки поставим все равно он звенит но но дело в том что как бы он не звенел он заводится лучше всех моих мотоциклов а их 14 с проектом 14 так 13 вот такие интересные замки у него замки бардачков ну что здесь еще интересного на остальное все стандарте как бы обычный карбюратор там родной какой этом не помню 36 наверно в общем что я посмотрим если бензин то же самое написано пропорция бензина да я в прошлом видео рассказывал что когда заводил голубушку с двигателем с новым афанасием да там 120 надо лить пропорцию потому что там обкатка но я так и делаю собственно просто я лоханулся сказал не подумавши 125 чиняшечка 100 граммовая сюда набираете масло и разводите с двумя с половиной литрами бензина что смотрим есть там что-то я думаю нам на пруду вас вполне не будем заморачиваться разводить заливать тратить время тем более мне через пару часов уже ехать на работу так открываем бензин так здесь бензин залит с маслом и не с тех времен когда мы думали что будет чудо разводили масло и не бензинчиком даже с 80 я находил 80 покупал с 80 кстати работает мягче нет утопитель но зря я конечно это делаю потому что потому что я еще не открывал эту крышку и не ставил этого аккумулятора и мы подкачали вон он появился сейчас возьмем отвертку никак я не сделаю ключик такой трубчатый здесь и на этой крышке плохие отгнившие общем петли но ведь сама крышка все уже такая прогнившая мне нравится вот в этом видео не хочу это делать ничего вот такой включатель массы у меня тут есть есть фишки под эти аккумуляторы в принципе здесь достаточно было бы даже одного аккумулятора но это чтоб емкость побольше было не четыре с половиной ампер часа как бы 9 получилось ампер часов хотя здесь четыре с половиной ампер часа вполне достаточно их параллельно подсоединяю потому что чтобы было 6 вольт один фиам аккумулятор дельта ну собственно это одно и то же китайские аккумуляторы покупал их магазине где фонарики продаются это для фонарей для каких-то ставили они по 500 рублей каждый в общем сейчас я отключусь поставлю поставлю аккумулятор и будем заводить с вами аккумулятор поставлю масса включена все лампочки у нас показывают что сети есть напряжение бензин мы повторим подкачку дизин пошел так какая процедура дальнейшая для запуска проверим трасса не не замерзшие ли все сцепление работает тормоза переднего трос тоже не замерзший обогатитель так вот на половинку его взведем не включая зажигания так проверим газовую ручку цена работает газ сброшен прокачаем включаем зажигание и как всегда без подачи газа слышим что уже схватывает вот он с осени стоял ну конечно звенит несу светло на камере на самом деле он звенит но не так сильно и все решите утрала что горит зарядка зарядка потухла значит зарядка идет аппарат а гребежирует видите и не кому прикрепать или приварить ладно сейчас прогреем прицепим куда-нибудь камеру и поедем делаем продубасик ну а так как вы просили камеру прицеплять не на него а на шлем так я и сделаю так двигатель прогрет мотоцикл на стартовой позиции сейчас котелок на голову или шлем на котелок на мой заводим и едем температура плюсовая где-то плюс 3 снежок такой хороший он немножко рыхлый стал и как бы я думаю что сцепление будет нормально несмотря на нашу древнюю резину так включаем и в свойственной нам манере заводим какой же он удобный маленький такой вообще как мопедка это третья уже ну ладно поедем на третий мы можем и четвертую сейчас вонзить сейчас немножко вот здесь вот выйдем напрямую чтобы не в повороте вот четвертая передача едет нормально даже вот на бугор мы поднялись на четвертой передаче это серьезная четвертая передача все дальше нету а звезда здесь я не помню на сколько ой скользко не то на 19 не то на 21 вот не могу вам сказать на сколько звезда здесь стоит вот человек мне тоже там про коробку про юпитерскую коробку писал говорит я там делаю то подскажите типа там червяк ну то есть вал который включает вводит вилки гуляет у него говорю у меня тоже здесь на вот на этом юпитере втором гулял я не разбираю я ухитрился поставить туда шайбу чтоб он не гулял ну вот поставил в одну сторону сместил иногда вторую передачу поймать тяжело ну это вот с непривычки а потом все нормально вот такой аппарат у меня гребежит эта штучка гребежит эта штучка ну давай дедушка пошел пошел не буксуй не буксуй ай тоome но мне нравится ездить ай 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 как хорошо идет как я от него отвык как соскучился ребята если бы вы знаете Ай-яй-яй! Ну что, ребята Всем спасибо, всем пока С большим уважением К моим зрителям, подписчикам Ко всем неравнодушным К советской технике Ваш дядя Володя Страшный Пока